Транспортный налог Если сумма за проезд по дорогам превышает транспортный сбор, то он будет равен нулю. Это право, чтобы реализовать, подают заявление в любой налоговый орган по своему выбору. Значит, с заявлением они предоставляют документ, подтверждающий внесение платы в систему Платон. Это может быть распечатка из личного кабинета, потому что все, в общем-то, вот эти владельцы большегрузных транспортных средств, они зарегистрированы в системе Платон. Ну и налоговый орган в дальнейшем уже смотрит вот эти представленные документы, рассматривает заявления, соответственно, предоставляет льготу. Если какие-то вопросы, проблемы, ну, соответственно, там с налогоплательщиком все это решается в рабочем порядке. Платный проезд для грузовиков ввели еще в ноябре 2015-го. За это время в госказну поступило около 20 миллиардов рублей. Но сами перевозчики оставались недовольными. Мы, скажем, водители, да, большинство, ну, скажем, не против платных дорог, про которые нам говорят, ну, как на Западе, инфраструктура и прочее, прочее, все есть. Там, да, отстои для тахографов, например, ездишь по тахографу, то есть я должен отстояться у нас, где у нас этого нет. По сути, новый налоговый вычет – это отмена транспортного налога для тех, кто работает по системе Платон. Это одно из первых предложений, которые озвучивали еще два года назад владельцы грузовиков. С добавлением еще и платы по федеральным дорогам грузовиков массой от 12 тонн и более, да, вообще возникает вопрос. Убрать как класс этот налог, я имею в виду транспортный налог. Тем не менее, конечно, приятно, хоть это будет учтено и хоть маленькое, но только финансовые нагрузки с перевозчика, она как бы зачтется. Льгота поможет снизить затраты водителей. Однако суммы налога и размер платы по системе Платон отличаются в разы для тех, кто ездит много или далеко. В среднем на один большегрузный автомобиль транспортный налог за год сумма выходит примерно чуть больше 30 тысяч рублей. В то время как, по словам перевозчиков, за один автопоезд по системе Платон сумма может набежать более 200 тысяч рублей. В налоговой службе рекомендуют сдать документы на вычет до 1 мая. Перерасчет налоговики сделают и за прошлый, и за 2015 год. Андрей Баев, Александр Егоров, Новости ОТС.